Владимир Александрович, профессор Исаев, замечательный специалист по Арабскому Востоку, специалист по Сирии, Ираку и всему остальному с нами. Я просто не мог не отреагировать, Володь, прости, но я просто увидел глаза мои поезды на лоб там, что это такое. Вернёмся теперь к Сирии, к Ираку, регионам, которыми ты занимался много-много лет, если не десятилетий, знаешь их, как свои пять пальцев, хотя, слава богу, давно там не было, вот прям на фронтах. Что там на самом деле происходит, в том числе с местным населением, которое ведь, мы часто об этом забываем, ещё и живёт кланами, племенами, как и принято в арабском мире. С твоей точки зрения, вот именно с точки зрения того, как люди там устроены. Ладно, спасибо, ну, во-первых, добрый день. Здравствуйте. Аптол. И что хотелось бы сказать, вы понимаете, я обратил внимание, так сказать, по всем нашим средствам массовой информации, идёт, ну, слово Сирии я слышу минимум раз 20 в день, если не больше. И совершенно мы забываем, что рядом находится Ирак, так сказать, родина исламского государства, если можно так выразиться. А почему о нём-то ничего не говорим? Потому что, ну, что ни день, там взрывы, вчера 60 убитых, позавчера 100 убитых, два дня назад ещё сотни убитых. Ну, там, видимо, всё так плохо, что об этом даже и не говорят. Видишь ли, Жень, дело в том, что там сложилось, я понимаю, внимание к Сирии, поскольку там наша вовлечённость очень заметна, а в Ираке она заметна в меньшей степени. Хотя, в общем-то, долгое время и долгие десятилетия мы были задействованы в Ираке, ну, просто достаточно сказать, что Ирак был самым нашим главным торговым партнёром среди всех развивающихся стран. И одно время даже опережал Индию, можете себе представить, по объёмам сотрудничества. Это при Саддаме? Ну, в советские времена. Это были советские времена, конечно, и по сей день, и несмотря на то, что там были всякие санкции, и, так сказать, вторжения американцев, и вывод американских войск оттуда, но, тем не менее, там вся нефтедобывающая промышленность практически, она создана нашими руками, и по сей день там работают наши нефтяные компании, а по-прежнему они работают. Да-да-да-да. Можно провести выборы в Ираке. Все согласились, в том числе и мы. Ну, это такой традиционный рецепт для демократии, да? А демократический рецепт какой? Один человек, один голос. Вы что-нибудь можете другое предложить? Нет. Нет. В принципе, можно. Можно коэффициенты. Таким образом, учитывая, что... Усоединенных что-то было много лет, женщины и право голоса не имели. Ну, мало ли, что было. Это все-таки давно было, а сейчас мы живем в 21 веке, и это произошло в 21 веке, один человек, один голос, никто не стал возражать, и к власти пришли курды. Не курды, а шииты. Ну, понятно. Ну, на севере, кстати, курды. Понятно, почему. Курды, кстати, поддержали. Но это я чуть ниже. Дело в том, что шиитов, по некоторым подсчетам, в этот момент в Ираке проживало, ну, примерно от 60 до 65% населения. То есть, чего и следовало ждать. Почти 40-миллионной страны, согласитесь, цифра немаленькая. К тому же их поддержали курды, которым пообещали лучше широкую автономию. Курды получили, и дальше началось самое интересное. Ну, те же самые люди, которые организовали, или силы, которые организовали все эти выборы, очень рекламировали такого господина под названием Нори Аль-Малеке. И он стал президентом Ирака, все как положено. И начались интересные вещи. Курды стали строить свою автономию. Каким образом? Ну, прежде всего начались этнические чистки. А зачем курдам на своих территориях иметь мусульман, которых в свое время туда насильственно переселяли во времена Саддама Хусейба. И даже началось это раньше еще при Аль-Бадре, его предшественники. Значит, естественно, что мусульмане... Ну, да, по-настоящему не тут. Да, мусульмане побежали куда? В свои районы. Шииты побежали к шиитам. Суниты к сунитам. Но ведь шиитские и сунитские районы тоже были перемешаны. В те же самые времена. И там тоже начались этнические чистки. В ответ. В ответ. Когда, наконец, эти этнические чистки более или менее кончились... Армели с азербайджанцев. Об этом не писали. Там была масса убитых. Ну, в общем, этническая чистка есть этническая чистка. Я думаю, что ни вам, ни нашим слушателям не нужно объяснять, что это такое. Погромы, убийства, грабежи, изнасилования. Совершенно верно. Не чуясь или... В результате... А американцы не контролировали ситуацию? Они же устроили демократию. А американцы честно сказали, что они теперь, я имею в виду иракцы, могут строить страну по демократическому образцу. Ну, то, что они поставили во многом, содействовали избранию господина Малеке, привело к тому, что по сей день, ну, скажем, траты американского бюджета на помощь в создании боеспособной армии, как они сказали, и очень эффективной полиции, они обошлись в 25 миллиардов долларов американцам. Ну, ни того, ни другого по сей день не создано. Денег найти и найти до сих пор не могут. Куда они исчезли? Потому что трудно было в этот момент найти большего коррупционера, чем этот товарищ. Ну, надо сказать, что все-таки ты не прав, потому что все остальные воровали примерно в таких же масштабах. В тот момент трудно, но до и после находились... Там же количество денег, исчезнувших, это сотни миллиардов переходящих... Ну, потом в Афганистане 65 не могут найти тех же самых миллиардов пресловутых долларов. Ну, ничего, смирились. Американцы всегда говорили, что мы богатая нация. Ну, вот и, соответственно, стараются уменьшить свои, таскать, богатства. Ну, это их уже проблема в этом. Ну, напечатали, привезли, украли. Напечатали, привезли, украли. Ну, понимаешь, они вообще проводят очень интересную политику. Мне она очень нравится, они всегда в выигрыше. Ну, сами посудите. Нефть растет, хорошо. Значит, они получают за нефть. Все платят в долларах, поэтому очень хорошо. Доллар дорожает, тоже очень хорошо. Значит, мы еще больше напечатаем. Дешевеет, тоже хорошо, мы опять напечатаем. То есть, они очень хорошо устроились с этой международной валютой. Такого себя... Уметь надо. Никто не позволяет, уметь надо. Ну, тем не менее. Значит, что дальше произошло? Курды спокойненько закуклились, можно так сказать, или окуклились, назовите как хотите, на своих территориях в районе Киркука, получив, кстати, неслабые месторождения нефтяные. Причем, битва за Киркук была жесткая с арабским населением и с туркоманами. Никогда в жизни им не собирались Киркука никто отдавать. Курды получили широкую автономию, которую они стали трактовать, очень по-своему. В каком плане? А вы знаете о том, что там национальная иракская валюта не ходит? А там ходят евро. А иракская валюта не принимается. Ты шутишь или это? Это серьезно, какие шутки? Я сюда прихожу к вам, ребят, не за того, чтобы шутить. Шутить я пойду на другую передачу, если меня позовут. Не слышал. Вот я знаю, что только шекелю Хамаса, но чтобы курдии не пускали к себе. Иракский динар не ходит на территории. А откуда такое количество евро? Я все понимаю, конечно, но... Ну, подбросили, и потом не следует забывать, что вот так вот сложилось, понимаете? Интересно. Может, их вместо Турции участвуют в Европе? И народ стал активно эти евро покупать, естественно. Ну, самолетами туда, в Киркук шли большие деньги, так сказать. Там своя паспортная служба, свой таможенный контроль. Там все по-серьезному. То есть, пока Турция кандидат в Евросоюз, в Курдистане просто тупо евро. Тупо евро. Вот интересно кино. Значит, естественно, что они же стали добывать эту нефть, естественно, продавать эту нефть. Я сейчас не останавливаюсь на том, что там через Турцию они продавали, как продавали. Но, тем не менее, это серьезное подспорье для существования сейчас, так сказать, вот того самого автономного и практически независимого, де-факто, если хотите, если не де-юре, Курдистана. Что произошло с другими районами? Ну, шииты побежали, естественно, к шиитам. Это ближе к границе с Ираном, естественно. Ираном оказал всякое содействие и прочее, и там же остались другие месторождения нефтяные, чему они очень порадовались, и тоже стали добывать нефть, и стали ей торговать. Все нормально. А с чем остались суниты? Они оказались в таком сунитском треугольнике, так называемом. Это к западу от Багдада, огромной территории, где, к сожалению, нефти нет. То есть, они нищими там стали? Секрит, Фалуджа и всякое разное. Ну, нету там нефти. И вот не повезло им в этом плане. И более того, это каменистая пустыня, на которую вы и на сельском хозяйстве не выйдете. Учитывая, что еще было очень мудрое решение, проломбированное теми самыми Соединенными Штатами, в том, что раз ты был членом партии БААС, правящей партией РАК, то ты не можешь претендовать ни на какую государственную должность. Илюстрация, прошу. Включая, например, должность полицейского. Ладно, полицейского. А как насчет офицеров? У них вообще узкая специализация, им сложно найти себя в гражданском. Нет, госдолжность при Саддаме, это было огромное количество постов. При Саддаме, что такое был офицер при Саддаме? Ты знаешь о том, что ему не запрещалось пользоваться общественным транспортом, чтобы не терять честь мунгира? А если он был очень беден, по иерархским понятиям, то ему правительство выдавало автомобиль. Понятно. Да, вот со всеми вытекающими отсутствуют последствия. Ну да. Честь мундира это была. И куда это, и где эта элита оказалась в результате? И чем она стала заниматься? Вы прекрасно понимаете, что она достала автоматы. То, что умело делать. Начало сколачивать действительно боеспособное образование, которые сначала назвались исламским государством Ирака, потом, когда они оказались в том числе на территории Сирии, исламским государством Ирака и Леванта. А мечта была старая, иракский баз против сирийского. И мне очень понравилось, особенно, когда во главе, так сказать, генштаба вот этой самой илосисламского государства, тогда еще и Ирака, стоял человек, который заканчивал военную академию у нас, с прекрасным русским языком, усвоивший хорошо уроки, которые давали ему в наших училищах, академиях и так далее. Все было по-взрослому. Это был Исады Парагима Аддуре? Примерно, да. Значит, все это хорошо было организовано, ну и началась уже война, как говорится, по-серьезному в Ираке. Племена? Какие племена? Ты слышал о таком племени, как болотные арабы? Очень интересное племя, которое жило на границе Ирака и Ирана. Там огромные болота, очень своеобразное племя, своеобразным языком. Но, правда, через них катилось столько и контртеррористических... И где они? Там, по-моему... А там их больше нет. По-насфальту. А их больше просто этого племени, этого народа, если хотите. Нет, я не хочу сказать, что это под корень и так далее, какие-то остатки... Где-нибудь. Где-нибудь, но в принципе их больше нет. Так что ничего удивительного в этом нет. Ну, что вам хочу сказать, понимаете? Дело в том, что вот я вам уже сказал, что Иракцы получили от Соединенных Штатов примерно 25 миллиардов долларов, в конце которых найти не могут. Ну, для сравнения, а сколько получила свободная сирийская армия от тех же самых богатых американцев? Всего лишь 500 миллионов долларов. Собственно, с небольшим. Ну, согласитесь, 25 миллиардов и 500 миллионов, как говорят в Одессе, две большие разницы. Но не заслужили, значит, больше. Ну, судя по всему. Кстати сказать, вот интересная вещь, что вот моя точка зрения, может быть, конечно, я не прав. Но вы знаете, вот если покончим, предположим, что мировое сообщество, и мы в том числе, покончим с исламским государством на территории Сирии, возникнет неизбежно Ирак. Посмотрите, что сейчас там творится. Сообщающиеся сосуды. Да. Потому что бегут туда, там очень много недовольных, которые с удовольствием возьмут оружие, если им заплатят, и начнут воевать, так сказать, на стороне того, кто им скажет. А им, естественно, заплатят. А кто заплатит? А кто угодно? Заплатят те же самые досаудовцы. Саудовцы поддержат своих родных суннитов, потому что там Ирано-саудовское противостояние, в том числе, происходит на территории Ирака. Там даже географически, да. Обратите внимание, как в том же Багдаде, если уж мы возьмем отдельно взятый, как говорится, Багдад, потому что он, в общем-то, не подвергся этническим чисткам, если говорить честно. Ну, все-таки, понятно, столица туда-сюда, зеленую линию установили и прочее. Но обратите внимание, как у них взрыв в Шийском квартале. Взрыв в Сунисском квартале. Взрыв в Шийском квартале. То есть, баланс четко соблюдается. Но людям от этого не легче, от такого баланса, мне кажется. Людям, понимаете, это ужас просто. Вот людей вообще мало, кто, по-моему, нарушил. Простите меня за цинизм, а кто же их в этой войне жалеет? Ирак во время Ирано-Иракской войны потерял немало людей. Насчитывающие сотни тысяч человек были убиты, и миллион примерно искалечен. В Ираке вообще, по-моему, никого никогда не жалели. А с тех пор просто сотнями каждый год считаем. В Ираке, в котором население было свыше 40 миллионов человек, сейчас по оценкам не меньше 37 миллионов осталось. Беженцы убиты. Для беженцев даже не... Дело в том, что беженцы... Там была очень интересная вещь. Сначала иракцы бежали в Сирию, и на территории Сирии. Значит, в 2010 году, когда я там был, и мне сирийцы говорили, мы приняли миллион 200 тысяч иракских беженцев. Когда начались события уже в Сирии непосредственно, вот этот распад фактически, то сейчас иракцы говорят о том, что на нашей территории проживает примерно полтора миллиона сирийских беженцев. То есть, здесь такие вот сообщающиеся сосуды, и что это за беженцы, и куда, и кто... То есть, может, те же вернулись, например. Охотно верю. Ну, бедные люди, но, с другой стороны, неужели вы думаете, Серёж, что там идут только несчастные крестьяне, и больше никто? Там идут и боевики тоже. Ну, мы видели даже фотографии. Кто же, как говорится, отличится одного от другого? Понимаете? Поэтому, когда мы говорим о таких событиях, как, скажем, которые происходят в Сирии, которые происходят в Ираке, на племенной или почве, не племенной почве и так далее, но получается то, что мы с вами можем часто, ну, просто-напросто, мягко говоря, не совсем правильно оценивать эти события, из-за того, что слишком много задействовано самых разных факторов, которые имеют свои корни иногда, ну, я не скажу, хочу сказать, там, в седой древности. Но то, что было до... Вот, скажем, если мы возвращаемся к той же самой Сирии, то ещё до революционных событий, которые начались в так называемой Дерре, если помните, возникло такое движение, которое называлось «Участники веры». О нём сейчас мало говорят. Это типа братьев-мусульман? А во главе стоял некий такой Азобу, который себя называл политическим салафитом. Не просто салафитом, а политическим салафитом. Сам он, биография хорошая, специально выписал, в 80-х годах дрался в Афганистане, понятно, на чьей стороне, да? Значит, а в 90-х годах он уже дрался в Боснии, понятно, и несколько раз был арестован в Сирии. Но, правда, после того, как потребовало прогрессивное международное сообщество, чтобы Хафиз, то есть, простите, Башар Алясад освободил всех политических заключённых, он освободил и его... Потому что он же политический салафит. Он же политический салафит, понимаете? А после того, как его освободили, то он совершенно спокойно собрал опять своих сторонников и сказал, и они заявили, официально такое заявление сделали, что мы вынуждены, обратите внимание, мне очень нравится слово вынуждены, взяться за оружие, чтобы противостоять жестокости властей в отношении, по отношению к мирным демонстрациям. А если бы его не выпустили или, например, расстреляли, чёрт вы с ним, с международным сообществом, ведь не было бы этого. Ну, этого движения бы точно не было. При парке его этого не было. Вот этого бы точно. А как вам нравится то же движение, которое возникло тоже накануне этих так называемых революционных сирийских сражений, которое называется «Объединение отложенного халифата». Слышали о таком? О, тоже интересно. Отложенного халифата. Отложенный халифат, куда наряду с представителями различного джихадистского движения и направления входили в сторонники того самого политического салафизма, основного фактически господином Азоба. Ну, то есть максимальное количество стволов под разными лозунгами, чтобы всё-таки сложилось против Асада. В том числе и тех, кто не будет под знаменами Аль-Каиды. Знаешь, я тебе должен сказать следующее. Вот мне часто приходится в силу профессиональную, что ли, если хотите, профессиональных интересов, общаться в том числе и с господами из так называемой оппозиции. Умеренная, наверное, неумеренная. Грустно это обычно. Грустно это. Зрелище по очень простой причине. Я вам говорю очень простую вещь. Ребята, то, что вы хотите свергнуть определённый политический режим, ну, что поделаешь? Вы хотите его убрать любыми методами. Ну, хорошо. Я могу даже с вами согласиться. Хотя вы не говорите о том, что будет после этого. Никогда ясного ответа я не слышал. Ну, неважно. Ну, не слышал и не слышал. Да нет у них этого ответа, к сожалению. Но что вы допустили, вы сделали, даже не преступление, вы сделали ошибки, которые хуже преступления. Во-первых, кого вы пригласили свергать режим? Каким образом весь этот, без вашего согласия, весь этот политический, интернациональный бандитизм и терроризм мог оказаться на территории Сирии? Без вашего согласия этого быть не могло. Не могло, они могли помешать этому, да? Конечно. Более того, вы допустили мало того, что вы их пригласили, но вы им еще власть отдали. Вы, кто управляет вами, сирийцы? Да нет там сирийцев практически. А что они говорят тебе? Это какая-то ты обидная вещь. Они ответить не могут. Ответа ясного я не получаю на такие вопросы. Вообще никакого. Они меня обвиняют сразу в том, что я являюсь сторонником репрессивного режима президента Асана. Единственное, что я слышу в ответ. Ну, это на разных параллелях происходит разговор, понимаете? Я говорю, вы же создали, кто заставлял вас создавать так называемый, ну, как он назывался тогда, во всяком случае, Исламский фронт Сирии. Вы создали. Вы, более того, вы пригласили в этот Исламский фронт такие организации, как Ахрара Шам, очень милая организация, Ахрара Шам Алислямия, Алислямия, то же самое, да? Получается, только немножко другого названия. Фаджа Алислямия, Рассвет Исламский, всюду присутствует слово Исламский. Кроме всего прочего, Лива Алислам, то же самое, опять-таки они там попали. Я уж не говорю о том, что такие салафитские традиционные организации, например, как Ат-Таухид, Уаль-Фарук или Исламский Фарук, тоже оказались там же. Понимаете, фронт был создан уже в 12-м году и сразу оброс вот этими самыми господами, которые явились непонятно откуда, хотя в уставе этого Исламского фронта было четко совершенно сказано, что он стремится к свержению действующего в Сирии режима и установлению в стране, вы вдумайтесь, как это красиво, цивилизованного исламского общества, которое будет следовать суннитскому направлению ислама, чтобы деньги получить от саудовцев, набожных предшественников. Праведных халифов, стало быть. Стало быть. Но как-то так не очень. В Сирии христиан и шиитов такое количество. Насчет христиан и шиитов. А разрешите, пока мы не ушли далеко. Вот вы сейчас рассказали, что создавались вот эти участники веры, объединение отложенного халифата, другие структуры, они были созданы прямо перед началом революции. Конечно. А кто координировал это все? Это такое ощущение, что это кто-то один или совсем небольшая группа. Вы понимаете, естественно, что это создавалось не на территории Сирии, а потом они мигрировали уже на территорию Сирии. То есть их тренировали, вооружали. Ну, есть Париж, есть Лондон и прочие. Между прочим, хорошие города. Из европейских столиц. Ну, а как же. А я не надо куда сюда приехал. Ну, да. В бронированном ладони. Теперь, понимаете, вообще вот если ты вот тут обмолвился насчет того, насчет составов, то ситуация такая. Около 18% сирийских мусульман это шииты. Значит, то есть это оловиты, примерно 12% населения. Исмаилиты. Есть представители традиционного шиизма, такие как имамиты, тоже достаточно активные. Нередко к мусульманам также причисляют и друзов, да, ну, которые последователи вообще вероучения, основанного Мухаммедом Аддар Ази, это абсолютно, да, в котором черты вот этого исмаилизма сочетаются и с христианством, и с эрацизмом, и с астральными культами. Там их тоже 3% населения. Но я... Вот после новостей придется понять, а что с ними будет, с этими всеми. Потому что у тебя получается очень серьезный процент населения, который никак не может следовать Суницкому направлению праведных предшественников. Конечно. Потому как он в другое верит. Да. Я напоминаю, у нас в гостях Владимир Исаев, профессор Института стран Азии, Африки, МГУ. Мы сейчас делаем пауз на новости. 5-5-3-3-3-100 для вопросов. От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским. Ничего оптимистичного пока не услышали. Потому что замечательная демократическая оптимизма. Суницкая с опорой на исторические ценности, если переводить на русские традиции, традиционные ценности. А количество населения в стране, которое не верит в этот тип ислама, верит в другие типы ислама. Часто, честно, зашкалили. Сколько там населения всего не относятся к суннитам? Давай дальше считать. Примерно не столь давно было 14% христиан. Сейчас их не больше 10-11%. Понятно. Но на момент 14%. Да. Ну, в тот момент был. А вы что думаете, Сергей и Евгений? Вы думаете, что они тоже что-то едины? Да ну что? Нет. Ну, там, конечно. Там, значит, есть антиохийская православная церковь. Армяне-грегориане. Кроме того, есть приверности так называемых ближневосточных церквей. То есть, монофиситы, они верят в единую природу, божественную природу Христа. Сирояковиты. Нестариане. Халдеи. Ассирийцы. Кроме всего прочего, есть униаты, мелькиты. Сирияки. Армяно-католики. Марониты. Это исламское отделение. То есть, не исламское, а ливанское отделение. Халдеи. Ну, есть, в конце концов, иудеи. Вы что думаете, иудеев там нет? У нас, иудеев там немного. Там есть иудеи, там есть езиды, которые, кстати сказать, почитают единого Бога. Езида или ездана. Иисуса Христа. Пророка Мухаммеда. Это иудейского Авраама. И у них вообще священные книги. Это и Библии, и Коран. И проживают они, бедные, проживали в районе Алеппо и Хасики. Как раз где бои всякие идут. Поэтому мало там кого осталось. А про езида в Сирии вообще никаких сведений. Про иракских ещё говорят. Сирийские, никто не знает, что с ним. И там ещё сложилась очень интересная вещь, исторически. Исторически это было задолго до всего этого. Но дело в том, что шиитские секты в своё время подвергались гонению со стороны суннитских сект. И, естественно, они предпочитали поэтому селиться в горах. А сунниты, которые занимались торговлей, ремёслами, каким-то сельским хозяйством, впрочем, напротив, они селились на равнине. Теперь же ситуация сложилась уже немножечко по-другому. Дело в том, что сунниты составили большинство практически во всех губернаторствах, за исключением горных областей типа Латаки или типа Суэйды. Скажем, в губернаторстве Латаки 62 с лишним процента населения, это уже оловиты. То есть это шииты стали преобладать. Правда, потому что оловизм был признан одним из ветвей шиизма. А, скажем, 12%, ну почти 13% христиане, причём христиане православные, они побежали туда под защиту штыков Асада, да, как принято говорить. А, например, в районе города Суэйда, примерно 90% составляют, это друзы, они там скопились. Попробуй к ним суньте в эту Суэйду. А я на вас посмотрю. Они, так сказать, не любят, когда к ним особенно суются. Исмаилиты проживают, например, в таких районах, как Соломия и в районе губернаторства Хама. Там они тоже очень серьёзно пострадали. Ну, а курды в основном это северстраны на границе с Турцией. Тоже понятно. И тоже там им приходится не сладко. Ну, и отсюда в Сирии уже давным-давно, ну, как давным-давно, где-то с 70-х, с начала 80-х годов, появилось такое понятие, как регионализм. То есть, что это означает? Ну, это как по-арабски арабы говорят, аль-иклимия, да? Дело в том, что в этом случае корпоративные интересы, групп выходцев из каких-то конкретных провинций, они начинают диктовать образ жизни, поведение, создают властные структуры, невзирая на всё давление со стороны центра, да? Всё-таки это преобладает. И понятно, вот это племенное или регионализм, региональное, так сказать, местничество, если хотите, очень резко, естественно, отражается на всех взаимоотношениях, не только этих групп, но и на той войне, которая идёт на территории Сирии. Понимаете? А там, соответственно, попытались каким-то образом, некоторые группировки попытались объединить всю эту публику. Ну, и создали, например, такую группу, как «Исламский фронт за освобождение Сирии». Значит, они за основу взяли таким образом. Нет шиитов и суннитов, а у нас есть единая исламская идентичность. А от кого освобождать-то будет? Смешно. Освобождать всегда от властей. А, от властей. Анахимы. Анахимы. Варятка, и понятно, что тут, так сказать. Но дело в том, что одним из основателей вот этого самого фронта был такой, ну и является Захран Алюш. Он был выпускником Исламского университета в Медине, в Саудовской Аравии. Понятное его представление, да? Значит, в состав этого фронта вошло масса организаций. Ну, что вы хотите, если, например, примерно в то же время ещё был основан фронт, который назывался «Фронт исправления и развития». Вдумайтесь. В его состав, как думаете, сколько организаций вошло? 139 батальонов. Каждый из которых? Каждый из которых, естественно. Сам себе режиссёр. Сам себе режиссёр. И играл, что хотел. Это такая вольница анархистская, действительно. Что самое любопытное, вот этот фронт исправлений и развития, он заявил следующее. Мы в свой и в свои ряды принимаем только сирийцев. Вот только сирийцев. И он тем самым, мы отличаемся от всех вот этих свободных сирийских армий, там, ахрара, шрамов и прочих организаций, которые там... А деньги... А не только сирийские принимают. Сергей, мы в корень зрите. Деньги – это в корень, да. Ну, как вы думаете, кто финансировал? Отвечаю, Саудовская Аравия. Ну... Так это всё просто рекламные такие пиар-проекты своего рода, да? Естественно. Более того, вы понимаете, этот вот фронт исправления и развития – это, если хотите, клон от иракских отрядов, которые были объединены под названием Сахва. Что это такое? Или отряды, которые были созданы на территории Ирака ещё в 2007 году, во время, когда ещё американская оккупация продолжалась, Ирака, и которые сражались там при поддержке американцев против Аль-Каиды. Аль-Каиду не любят. Поэтому вот они... Они всех не любят. Это другой вопрос, кроме себя. Любимых. Вот. Вот этот вот фронт исправления и развития, вот они считали, что кроме сирийцев там быть никого нет. Он, так сказать, рассчитывал, прежде всего, на поддержку племён в восточных районах Сирии, должен я сказать. И, в общем-то, ему удалось объединить в своих рядах значительное число оппозиции, конечно. Но вместе с тем, из-за того, что он других-то не принимал, а его хотели к себе привлечь или влиться и размыть изнутри, у него начались столкновения с кем? Сирийской свободной армией. Вооружённые столкновения. Это какой-то просто банк с пауками там. Более того, на них накинулся ещё Ахра-Рашам небезызвестный. Леватухи тоже накинулись на него. Понимаете? И поэтому оценить его деятельность, если вот эти вот отряды иракские под названием Сахва, о которых я только что сказал, они, в общем-то, внесли определённый вклад в то, что они боролись про ту же самую Аль-Каиду, а не в Ираке, то прижали. То здесь этого не произошло. Здесь каждый сам за себя, каждый по-своему. И в результате, если мы берём и начинаем анализировать, если хотите, идеологическую платформу, и национальную программу современного движения густо замешанную на салафизме, именно на салафизме, потому что ищут прообразы в славном прошлом, естественно. Ну, как же? Попробуйте сказать любому сирийцу, неважно, какому направлению он принадлежит, и он вам с гордостью скажет, что существовал халифат с центром в Багдаде. Ну, а что не так? Да и в Дамаске. Халифат Амияда. Дамаск. Кто же говорит? Дамаск. Один из древнейших городов мира, насчитывающий примерно 6 тысяч лет Дамаску. А чем? Как минимум. Так вот, ясно, что вот, например, ну, сейчас я утомлю немножко вас и слушателей. Понимаете? Вот, например, объединилась такая-такая штука. Вот если мы возьмем Исламский фронт в Сирии, туда входили Ахра-Рашам, Аль-Фаджа-Сислямия, Ат-Талиат-Аль-Мукатя, Левай-Аль-Хак. И она имела местную повестку. Вот мы освобождаем территории, на которых сидим. Дальше никуда не пойдем. Там нам не нужны ни центральные власти, ни Аль-Каида, ни турки, ни черт, ни дьявол. Мы там сидим. Ну, уже хорошо. Другие. Они тоже входили в состав фронта. Катаеп Аль-Фарук, фалангисты. Аль-Фарук Али-Сислямия, Суку Кащам, Левай-Ащам. Они уже решали немножко другие задачи. То есть, они осуществляли, например, операции гуманитарного характера. Вот когда идут переговоры о том, чтобы доставить какие-то конвои с гуманитарными грузами, то нужно обращаться к ним. Они занимаются широкой проповеднической деятельностью, да, причем образовательной деятельностью. Весьма своеобразной, но образовательной деятельностью. Ну, и управляют освобожденными ими же территорией. И очень не любят, когда на эту территорию влезает кто-то другой. Получается, это я не все вам рассказываю, потому что иначе нам времени не хватит. Значит, это все, вот это лоскутное одеяло существует в тех границах, которые были отведены Сирией. Понимаете? Более того, например, такие отряды, как те же самые Леватухи, да, то есть это объединительные бригады, если хотите, да, Сукука-Шам и так далее, они участвуют в делах гражданской администрации. Старост назначают, управляют этими территориями. Пытаются как бы наладить какие-то контакты среди из, в том числе, из администрации, которая находится в Дамаске. Но, пожалуйста, туда вы можете, мы с вами будем координировать, но к нам не приходите. Интересное кино. Ну, вот и делайте из этого страну. Да. Делаем паузу на новости. У нас, я напомню, в гостях Владимир Саев, профессор Института страны Азии, Африки, МГУ. Страну не удалось, хоть паузу. Да. Скоро сказка сказывается, последняя часть нашей программы началась, хотя, казалось бы, часы и часы мы могли бы говорить на тему серии, потому что тут задают удивительные вопросы про то, есть ли там атеисты, сколько их процентов, и за кого они, можно подумать, что это Советский Союз или Китай. Вот уж на Ближнем Востоке, да, если отрезать. Кстати, на эту тему могу кое-что сказать. Вот эти вот товарищи, о которых я сказал, пытаются участвовать в гражданском управлении и так далее, они согласны с одной очень интересной вещью. Они согласны после того, как они, наконец, придут в власти, что они будут применять исламские законы после революции. Ну, вы понимаете? О, Господи. Более того, некоторые из них вышли с инициативой создания и, так сказать, развития так называемых шариатских комитетов истины и искоренению зла. Вот это мы знаем, что обычно под искоренением зла. А ты знаешь, что это такое, откуда это списано? Я тебе могу сказать. Сострогатские? Соединённых? Нет. В Саудовской Аравии есть так называемая религиозная полиция. Ну, даже саудовцы по её поводу дёргаются. Вписано с устава. То есть, когда по улицам ходят полицейские, палками загоняют народ на молитву. Время же пятничной молитвы, там ещё любое, пятикратно надо молиться. Вот пять раз в день тебя палками будут загонять на молитву. Понятно, да? Искоренить стало быть зло. Ну, дело в том, что в последнее время они стали немножечко отходить от этого. Почему? Видишь ли? Сирия настолько была воспитана в определённом плане, несмотря на все вот эти комитеты, организации, которые я назвал, и ещё могу назвать, там, десятки. Дело в том, что вот внедрение в практику и в повседневную жизнь норм мусульманского права, ну, то есть, выпить нельзя. Ну, как это, сирийцу? Или закурить нельзя? Да, как? Вот так вот, не будет курить и пить. Это шутки шутками, но это вызвало такое противодействие среди населения, что это население побежало в отряды, где это разрешено, и начало уничтожать те отряды, где это запрещено. Вот это естественный отбор, да, такой? Так и мы. Нормально, да? Это вот ещё, понимаете, получается, что вот эти вот факторы, они очень неустойчивы. И вот эти группировки тоже, они всё время мигрируют, они всё время перекрашиваются, они всё время стараются изменить даже какие-то свои, если нужно, подкрасить свои основополагающие принципы для того, чтобы хоть как-то удержаться. Ну уж, казалось бы, ведь хорошее дело запретить курить, правда? Или запретить, я не знаю, водку пить. В целом скирове губы резали, чтобы запретить. И что, это помогло, что ли? Ну, внешне помогло, а в Сирии, простите меня, не получается. И в окопах получалось так, один закуривает, другой в него стреляет, и наоборот. Вот настолько всё было. Настолько всё это происходило. А когда туда ещё свалились всякие Мухаджирин, то, что называется, да, это вот те, которые выходцы из той же самой Европы, бывшего Советского Союза, же есть целая группа, это сам этих батальон Мухаджирин, это примерно от 5 до 7 тысяч бывших наших. И там, где они базируются, там и... Не курят? Ну, насчёт курения я не уверен, и водку тоже можно купить в этих магазинчиках, все надписи на русском языке в этих магазинчиках, всё как положено, так сказать. И поэтому тоже их как-то вот никак не причисляют к оголтелой оппозиции, она вроде бы умеренная. Вы обратите внимание, что никак не могут договориться между собой никто, ни высший комитет. То, что даже этот высший комитет, он состоит из людей, которых, вы меня простите, в Сирии не знают. Ну, находился... А куда они там делись? Серёж, ну, находился человек в течение 10 лет, находился или 15, проживал в каком-то Париже, не в каком-то, а очень уважаемом, да? В не менее уважаемом Лондоне, ещё где-то. В Вариаде. В Вариаде. И вдруг он претендует на то, что он будет управлять какой-то группировкой, которая... Да кто ты такой? Винтовка рождает власти. Ну, кто ты такой, говорят ему, полетели те самые командиры полевые. Кто ты такой? Вот иди и веди переговоры, деньги нам оттуда привези. Это важное обстоятельство. А нельзя вот в переговоры привлечь именно тех, кто у власти, ну, вот полевых командиров? А вот их-то на переговоры не пускают. А ведь это наиболее логично, они же всё решают. Это на базе их Меймим логично. Там? А вот в Анкаре, Женеве, Вене... Меймим тоже, вы понимаете, действительно, там идёт серьёзное присоединение. Ну, это всё опять-таки хир распадается, но вот это самое уже плохо сшитое уже становится, это лоскутное одеяло. Ведь вы обратите внимание, ну, приезжает шейх какого-то племени, глава какой-то ОМДА, да, глава какого-то староста, какой-то деревни. Сказал, мы настолько устали от войны, ребят, мы подпишем с вами соглашение о перемирии. Всё хорошо подпишем. И бомбить не буду. Да, бомбить не буду. Гуманитарку дадите? Дадим. Ой, мы как раз, у нас там катастрофа просто. Учителей пришлёте? Пришлём учителей, всё хорошо. Дальше ему, естественно, задают вопрос. А из Дамаска власть-то, да, пришлёт какого-то представителя, а вот этого, говорит, не надо. А зачем я там власть? Я там власть. Вот со мной ведите переговоры. А зачем вам через Дамаск вести со мной переговоры? То есть централизации не получится, всё наоборот идёт. Центробежные силы. Ну, это наоборот. Отвык народ. Отвык за эти годы, он там в течение пяти лет, он ещё приезжает гордый. Я сохранил. Я сохранил свою деревню. У меня не так много убитых. Из моей деревни очень мало людей ушло к так называемым исламистам, вот ко всем этим салафитам, псевдосалафитам и так далее. Я здесь хозяин. Ну, согласитесь, в этом есть резон. Есть резон. А я раз говорю, что нет резона, есть резон. Да, он заслуженный человек. Он требует одного, чтобы ему поставляли гуманитарку, чтобы его никто не трогал. Но он обязуется сохранять вооружённый нейтралитет до того момента, пока, скажем, полицейский из Дамаска или солдат регулярной сирийской армии, или какие-то вот эти бандюки из салафитов вступят на территорию, которую он считает принадлежит его деревне. Но когда вступят, то тогда они выкапывают все свои автоматы. А глубоко копать не надо? Глубоко копать не надо. И начинают воевать, причём ожесточённо. Засвоют деревья. Они дальше не пойдут. Они не пойдут присоединяться ни к регулярной армии, ни вот к этим бандюкам и террористам, которые там перемещаются и только приходят пограбить, так сказать, то, что им тоже кушать хочется. Зачем им гуманитарную не поставляют? В базах мимных. То есть они выбивают свои территории и всё, и опять... И успокаивают. И говорят, вот у нас, да. И он говорит, мы вам, я не знаю, Конституцию привезём. А, хорошо, привозите. Интересно, читать он умеет? Засчёт Конституции. Понимаете, ну, может быть, читать, но грамотный-то человек не всегда разберётся. Тут главное, чтобы стрелял хорошо. Да, это всегда было. Чтобы быть властью, это важнее. А вот тогда непонятна логика. Ведь тогда можно просто договориться с каждым из вот этих шейхов или как-то старость деревень. А потом уже, когда всё это утихомирится, что-то дальше делать. Это их пытаются делать, другого выхода нет. Чем больше деревень, чем больше городков подпишут соглашение о перемирии, дальше можно собрать то, что называется у нас, да, с традиционным словом курултай. Да, и потом уже дальше... И джирха, как лоя джирха, как называлось в Афганистане. И вырабатывать принципы взаимоотношений. Ну, а торопиться не надо. Не надо торопиться. Во-первых, торопиться бессмысленно. Они просто-напросто пойдут опять в свою деревню, и она займёт там... Круговую оборону. Круговую оборону, и туда уже никто вообще не подойдёт. Нет смысла мотать нервы людям. Ну, они не хотят, чтобы туда к вам солдаты приходили. Ну, пусть пока не надо приходить. Пару лет надо переждать, потом уже решить. Правильно, но пока хоть какие-то политические структуры. Потому что, понимаете, чем может взять их привлечь, если хотите, не взять ни то выражение. Скажем, центральная власть. Учителей у них нет. А детишкам нужно учиться. И это, кстати, все понимают, очень высокий престиж образования. Врачей у них нет. А это нужно. Более того, как собирать, как продать урожай? Ну, как продать урожай? Кому? Кому продать урожай? Ну, куда-то надо ехать. Опять-таки, это должна организовать. Хорошо. Вот пусть она создаёт кооперативы. Торговые с бытовыми. Сирийцы, особенно дамаскинцы, то есть жители Бадамаска, это профессиональные торговцы на протяжении тысячелетий. И они во многом склеивали страну. Здесь тоже самое они могут склеить страну. Но им тоже нужна безопасность на дорогах. Потому что просто так они не повезут урожай. Сделают власть безопасность. Будут с ней говорить. Поэтому фактически, обратите внимание, что бои-то идут не только за города, бои идут за коммуникации. Прежде всего. Если коммуникации будут более или менее безопасны, сами города откроют двери, уничтожая вот тех, кто мешает это сделать. Потому что жить все хотят хорошо. Потому что, понимаете, ну, всё больше и больше зреет такое вот, когда разговариваешь с теми самыми сирийцами, значит, зреет убеждение. Ну, одно время казалось, что действительно, самое простое, есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблем. Выяснилось, что не совсем так. Потому что и людей вроде уже тех нет, а проблемы остались. И что такое мирная жизнь, и как её наладить, как вписаться в ту же структуру? Ну, в этой деревне, условно говоря, я не знаю, производят помидоры. Ну, и... А хлеб? А рубашка? Да, да. Ну, государство огромную роль играет, действительно. Конечно. Нормальный человеческий тоже. А энергетика, вот электричество, у тебя есть или нет? А медицина, операцию надо сделать дедушке. А воду тебе откроют, чтобы ты оросил свои поля, или как? Это колоссальная, катастрофическая, сложная ситуация на длительную перспективу. Но другой ситуации у нас нет. И не может быть, и остаётся только уповать, а, на разумные силы, которые, на мой взгляд, всё более и более начинают преобладать во всём этом деле, и отказываться от поддержки вот тех негодяев, которые ввергли страну в нынешнее её состоянии. Ну что, делаем, заканчиваем, точнее, программу. Я напоминаю, у нас в гостях был профессор Института страны Азии Африки МГУ Владимир Исаев. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.